Здарова-здарова дорогие друзья, ты на канале Милан Фонг, в этом видеоролике мы с тобой поговорим про обновление 26.0, а также я покажу некоторые механизмы связанные с этим обновлением. Также в этот видеоролик попали вот эти комментарии, если ты хочешь чтобы твой комментарий попал в мой следующий выпуск, просто выполни несколько простых условий. Первое, обязательно тебе нужно поставить лайк под этим видеороликом, второе, тебе нужно обязательно подписаться на мой канал, третье, напиши свой топовый комментарий о трех слов и более. Ну и не забывай подписываться на телеграм-канал, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Что ж, не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. Итак, дорогие друзья, в этом видеоролике я тебе покажу новое обновление 26.1, но к сожалению оно не получило нумерацию в ченжлоге. Также я тебе покажу очень крутой RGB мод, с помощью которого ты можешь разукрасить в RGB абсолютно любой предмет. Будь это какое-то оружие, строительные материалы, мечи или даже NPC. Обо всем по порядку. Первое, что добавили в новом обновлении, так это аватарка, ее теперь поменяли. Теперь на аватарке изображен не драгонфрукт, как было это ранее, а голова Милона с белыми глазами и чипом вместо верхней части головы. Смотрится довольно-таки устрашающе, уникально и в целом отражает суть обновления. Мне очень понравилось, поэтому я ставлю оценку 10 из 10, но заслуживает реально, согласитесь со мной ребятки, смотрится довольно-таки неплохо. Конечно же свою оценку напиши в комментариях, а также напиши в комментариях, какая аватарка тебе больше нравится. Лично эта аватарка мне нравится немного больше, но возможно это просто эффект розовых очков. Также разработчики наконец-таки исправили многие баги. Один из тех багов, которые они исправили, это баг с вертолетом. Честно говоря, он меня раздражал просто невероятно. Из-за этого бага я не смог получить новое достижение Loop the Loop. Но после последнего обновления, разработчики все-таки все исправили и все работает исправно. Теперь вертолет летит туда, куда надо, а не так, как это было ранее. Лично у меня возникал такой баг, что когда я заводил вертолет и пытался им управлять, то он почему-то не реагировал на джойстик. И все это работало довольно-таки ужасно. Сейчас работает все без каких-либо проблем, и я честно очень рад, что разработчики позаботились об этом и наконец-то исправили эту ошибку. Я знаю, что они прямо сейчас меня смотрят. Спасибо вам за то, что вы исправили эти проблемы. Но на вашем месте я бы немножко разнообразил бы элементы управления. Все-таки это вертолеты, все не должно быть так просто. Допустим, я бы добавил еще один стик, и вы спросите меня, зачем он нужен? Я бы добавил стик или джойстик для увеличения и уменьшения скорости, а также регулятор высоты. То есть, как бы своеобразное управление, как, допустим, в GTA V. В целом это вполне реализуемо, и чувствуется будет это намного приятнее, чем просто круглый стик. Но это лишь мои предрассудки и мои пожелания. Я думаю, что возможно разработчики ко мне прислушаются и добавят это, но если нет, то и все и так неплохо. Главное, чтобы впредь больше не возникало проблем и багов с этим вертолетом, да и в принципе с другими предметами. Это всегда раздражает. Ну и перейдем к этому великолепному моду, который называется RGB Mod. К сожалению, я не знаю автора, потому что мне пристал его подписчик. В целом мне не проблема отметить автора, так что если это ваш мод, обязательно напишите мне личное сообщение, чтобы я оставил на вас ссылку. И если вы придумали в принципе какие-то крутые механизмы, постройки, моды, связанные с новым чипом и с новым обновлением, обязательно его присылайте мне в личное сообщение, и я буду делать на эти чипы обзоры, потому что мне это очень интересно. И на ваших примерах я буду как-то образовываться в рамках этого чипа. К сожалению, у меня нет времени на разбор данного чипа. Но опять же пиши в комментариях, если ты хочешь полный гайд на чип. Если я увижу положительную динамику в комментариях, то я обязательно сделаю полный гайд и обязательно сам сяду и во всем разберусь. Ну и обратите свое внимание на экран. Это реально очень забавный и крутой мод. При помощи данного чипа ты можешь абсолютно любой предмет сделать RGB, то есть как бы светяшкой. Практически любой предмет почему-то транспорт не реагирует на данный чип, но возможно это тоже можно как-то сделать. Найти данный мод или чип, или называйте это как хотите, вы можете у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, обязательно скачивай. Итак, это очень крутой мод. Одновременно ты можешь перекрасить как бы 12 предметов. В целом подключение довольно-таки простое, просто проводом связываешь предмет и чип. И в целом все работает довольно-таки исправно и без каких-либо багов. Это работает очень красиво, лично мне безумно нравится этот мод и я просто был поражен. И вы только представьте, вдумайтесь, это на самом деле один из самых простых модов, которые могут быть с данным чипом. Это самый простой мод. А есть такие моды, которые реально вломают ваше воображение. И в будущем этих модов будет только больше, потому что аудитория в целом будет образовываться в данной сфере. И в будущем, я думаю, это будет просто безумие. В целом, я думаю, Doom не за горами, потому что чип это буквально процессор. И все составляющие для создания Doom внутри мелан плейграунд у нас уже есть. А просто осталось найти гения, который это сделает. Потому что, ну я признаю честно, у меня для этого мозгов объективно нету. Если говорить про работу данного именно мода, то в целом это не такой сложный предмет. Я разобрался, как он работает. В принципе, ничего сложного в его создании нету. Вы можете посмотреть на схему данного мода и повторите его сделать сами. Как только вы один раз повторите схему данного мода, вы в принципе поймете саму суть. А главное понять суть, а уже команды, я думаю, после вы сами разберете и поймете. Не смотрите на огромное количество переменных. Это всего лишь цепи, составляющие и они, на самом деле, многие просто копипастятся. Ни их ничего сложного, ребятки, нету. Просто попробуйте повторить и реально поймете, что здесь ничего сложного нет. В целом, довольно-таки классный мод. Мне понравилось, что можно раскрасить абсолютно любые предметы и сделать из них классные вывески. Просто для своих даже видео. Вывески всегда неоновые привлекают внимание и то, что они меняют цвет, привлекают внимание еще больше. Очень классно, что можно также раскрасить NPC. И, честно говоря, в этом плане мне очень понравилось, как раскрасился и начал светиться помидор и его голова. Очень прикольно, реально банка как будто бы нагретая, но это не так. Для некоторых сценариев, да и в принципе, просто попробовать и поиграться, это очень клево. Конечно же, свое мнение пишите в комментариях, лично мне просто безумно понравилось. Обязательно, ребятки, присылайте свои механизмы и свои работы мне в телеграм-канал. Я буду делать в будущем на их обзор и в целом, в будущем, возможно, я буду даже делать какую-то битву построек именно связанных с чипом. Лично мне это очень интересно и я думаю, что вам тоже будет это безумно интересно посмотреть. Понятное дело, что мое видео как лекало и не представляет собой какой-то образовательной нагрузки. Вы можете просто посмотреть, как это, по сути, работает. Реально, здесь нет никаких-то невероятных построек или объектов. И вы просто попробуйте сами, чтобы понять суть работы данного чипа, именно данного мода. Все очень, на самом деле, просто работает. И в целом, это очень-очень крутой мод. Я думаю, что даже видео получилось в коей-то мере относительно залипательным. А я люблю залипательное видео и делать, и смотреть. Но на этом мой видеоролик подходит к концу. Пиши в комментариях, понравился ли тебе данный мод. Напоминаю, что ссылочка на канал Меланфонг будет в закрепленном комментарии. Но на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях. Субтитры создавал DimaTorzok